О, Ты велик наш Господь! Как мы рады приступать в этот день к Тебе, наслаждаться общностью с Тобой, воспевать хвалу. Благослови сейчас 95-й псалом. Это великолепие Твое в Твоем святилище. Господи! Слава Тебе, Господь! Благослови во имя Твое Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Замечательное поклонение Альфия и пастор Нурлан. Как здорово! Слава Богу! Это большая радость. И мне приятно это видеть в вашей семье. Каждое утро. Слушайте, вот уже практически сто, наверное, мы с вами раз встречались в слове посвящения. Можно было бы сказать, а это три месяца и десять дней. Нет, это как-то блекло звучит. Мы с вами, как замечательный корабль Господа, шли по этим псалмам и обнаруживали. И слева Ветхий Завет, справа Ветхий Завет. И на корабле в наших умах вместе с Господом это все объединяется в единое целое. Мы так благодарны Господу за то, что Он нас обучает. Ведь, ну вот иногда я так думаю, а почему люди в церкви, имея такое богатство, тем не менее молчат? Смущены, неуверены, может быть. В Духе Святом давайте делаем шаг вперед. Никакого осуждения. Все, такая благодать. Ну вот посмотрите. 95-й псалом. Какая удивительная благодать. Я так подумал вчера, когда изучал снова и снова уже несколько дней, готовился по этому псалму, смотрел на параллельные места. Это вообще невероятный ковер, который Господь вяжет и как связывает все, что мы с вами имеем в Библии. Пять параграфов. Ну давайте начнем с первого. Воспойте Господу песню новую. Вот эта песня новая, где еще звучала? И в книге Откровения. И поют они песню новую. Мы, когда бываем на конференциях, то нам нравится, правда, это конференции, встречи с людьми, драгоценными посланцами из разных церквей. Приехали, чтобы укрепиться. И когда вот так же я приезжал в Балтимор, то там невероятно. Это вообще такого не было. Такие слова часто. И думаешь, а что, прежняя конференция была не такая хорошая? Нет. Это ликование от посещения Господом. Потому что он все меняет. Вот и здесь, когда я думал над этим псалмом, то думаю, а ведь этим псалмом может наслаждаться только верующий человек. Кроме того, он проникает в этом псалме и видит первый параграф. Трижды Иисус Христос. Яхва. Воспойте Господу сущему. Песнь новую. Воспойте Господу сущему. Вся земля. Пойте Господу сущему. Благословляйте имя его. Какое у него имя? Яхва спасает. Иешуа. Иисус. Благовествуйте со дня на день спасения его. Где это написано? В Новом Завете. Второе послание к Коринфянам, 3, 6 глава, 2 стих. Вот сегодня день спасения. Каждый день спасения его. И возвещайте в народах славу его во всех племенах чудеса его. Это же Евангелие от Матфея, 28 глава. Давайте мы с вами прочитаем, что там написано. 28 глава. Иисус. Иисус воскрес. Иисус воскрес. Он приходит к своим ученикам. Он встречается с ними. И разговаривая с ними, вот он что говорит. Какое откровение. Это страницы Библии. Святой книги мы листаем. Смотрите. 28 глава. Одиннадцать же, шестнадцатый стих. Учеников пошли в Галилею на гору, куда повел их Иисус. Повел им Иисус. Семнадцатый. И, увидевши его, поклонились его. А иные усомнились. Бедненькие. Усомнились. Это ничего. Правда. Он нас всех любит. Мы такие, какие есть. Он нас ободряет. И отец работает, как там написано в пятнадцатой главе Евангелия от Иоанна. Я лоза, говорит Иисус. А отец виноградарь, садовник, который ухаживает за этой лозой, за порослями, которые происходят. Эти удивительные кисти. Дозлужите. Когда Иисус Навин и Халев, я так думаю, что когда они из земли обетованной возвращались, это число тринадцатая глава. И у них, перед ними была эта кисть винограда. Слушайте, им двоим нужно было нести. Представляете как? И все время они смотрели на нее. Другие разведчики пошли. У них в карманах были там, или в сумочках, были яблоки гранатовые. Поэтому они смотрели по сторонам. Эти видят такую кисть винограда и возьмут, ну, надо же, какая прелесть. Это же как... Слушай, Халев, как нам с тобой повезло. Мы с тобой идем и по виноградинке раз, раз, раз это... И восхищаемся нашим Господом. Итак, смотрите, одни поклонились, а другие усомнились. Восемнадцатый стих. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Вот у нас с вами день. Когда-то открылись небеса, когда родился Иисус. И пастухи, которые несли ночную стражу, увидели сияющее небо. Они увидели могучего, большого, громадного ангела, который объявил им рождение Иисуса Христа. И потом это торжество дня рождения ангельскими силами на небе. Здесь, смотрите, Иисус говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. В это время есть много людей, наверное, которые не знают Иисуса Христа. И им нужно, с нашей стороны, им нужно рассказать. А когда они узнают Его, то они обнаружат, что они находятся под Его властью. Перед ними раскрываются карты, раскрываются различные районы тех мест, где они живут. И Господь благословляет. И едут, и едут миссионеры. Мы молимся за это. Он сказал, ему всякая власть принадлежит. Я помню, как в Ашхабаде было время трудное, когда власти хотели депортировать нас с женой. И поэтому нам приходилось, ну так, быть осмотрительными. И вот мы запланировали, что едем с целой группой из нашей церкви. Едем в селение, там оно интересно, Кахка называлось. И вот купили билеты, все. И вдруг я смотрю, полиция идет. И внимательно осматривает, подходит к людям, берет паспорта. И мне пришлось уйти из перона. Потом, когда эта проверка закончилась, вот, и поезд уже пошел, я выбежал, запрыгнул на ступеньки, смотрю, полицейские увидели. И, ну, это не обязательно, что они меня ждали. Вот, ну, я так понимаю, что они передадут по линии, чтобы проверили документы. Когда мы приехали в этот небольшой город Кахка, там встречал полицейские уже. И вот такая интересная встреча. Он говорит, отдай ваш документ, паспорт, пожалуйста. И как здесь начали все наши евангелизировать его? Он был изумлен. Он говорит мне, ну, пройдемте с вами на участок, там, в комнату, и поговорим. Все мы вломились туда, в его пункт. И все говорят об Иисусе Христе, такие радостные. И он говорит, мне сказали, чтобы я сообщил о вас. И вот его рука тянется к телефону, а наша его евангелизирует. И он тогда принимает Иисуса Христа. И мы выходим оттуда и едем уже по назначению. Такое чудо. Власть, всякая власть на небе и на земле. А теперь смотрите. Итак, 19 стих. Идите, научите все народы. Мы с вами только что пели это, да? Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел им. И вот я с вами до скончания вот этого века. Я вас каждого вывожу в вечность. И потом мы придем вместе. Как здорово, правда? Смотрите. Воспойте Господу песню новую. Вот мы там и пели эти песни. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу. Благословляйте Его. Благовествуйте со дня на день. Спасение Его. Возвещайте в народах славу Его. Во всех племенах чудеса Его. Это был первый параграф. Великое поручение я его назвал. Об этом именно такой упор делается в Евангелиях. Говорится о том, чтобы мы шли с вами и евангелизировали. А посмотрите, деяния, с чего начинаются. Первая глава, восьмой стих. Оставайтесь в Иерусалиме. Явится сила Духа Святого. И вот тогда вы будете моими свидетелями. В Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и до края земли. В Петербурге, в других местах, в Мурманске. Да где угодно. К нему подошли тут же ученики и стали говорят. Скажи, а это вот в это время царство ты свое сделал для нас, для евреев? И он говорит, вот ваше задание, вот ваш призыв. А царство, когда надо, тогда Отец повелит, и оно придет. И об этом царстве мы с вами читаем уже в книге Откровения. Пройдет со времени воскресения Иисуса Христа, пройдет 37 лет. Может быть, 32 года. И Господь посетит на каторге, на острове Патмос, Иоанна Богослова. И он там подарит ему это удивительно. Я так вот думаю, как бы, если бы со мной он разговаривал, как бы я мог запомнить всю эту книгу? Она такая объемистая. И там столько вещей, где несколько планов. А для Иоанна Богослова некоторые из них также были непонятны. Мы-то с вами, живя 2000 лет спустя, и проникаем, и смотрим. Да, вот это произошло. Да, вот это произошло. Какие откровения. И там пишется про тысячелетнее правление. Причем описывается тот враг Иисуса, который все время, это зверюга, змей, дракон, да, который все время вмешивался и пытался переиграть все. Но как же, он же хотел поставить свой престол, это Исаия 14 глава, выше всех престолов, выше престола Божьего. И мы с вами в нашей жизни видим, что все происходит именно так, как Бог нам дал. Итак, великое поручение. Песня новая, Яхва. Вся земля поет. Он сказал, идите до края земли. Мы поем Господу и благословляем Его именем и Его имя. Мы благовествуем каждый день спасения Его. Вы скажете, ну вот ковид, благовествуйте, молитесь, молитесь за Питер, за различные районы, звоните, сообщайте, дарите. О, это невероятно. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Мне так нравится вот эта картина, когда мы были, у нас команда была в Бишкеке небольшая, в общем-то, да, хорошая. Пастор Магнус, пастор Джон Пост, вся его семья, а это практически вся семья пять человек, Даян, его супруга, затем трое детей. И уже такие невзросленькие, самый младший был Дэниел, а сейчас вымахал там по два метра роста. И вот мы, и в библейском колледже, и во всех этих местах побывали. Какая красота! Второй параграф с четвертого по шестой стихи. Я его назвал великолепие святилища твоего. Давайте прочтем. Итак, вот это первый параграф был, во всех племенах, везде идите, провозглашайте. А четвертый стих, то есть второй параграф. «Ибо потому что велик Господь Яхва, и Он достоин поклонения. О, страшен Господь! Мы поклоняемся Ему! Это наше поклонение. Он дает нам это поклонение с таким почтением, с таким удовольствием. Наконец-то сблизились творение и творец». Когда смотришь, да и все мы такие были. Я был, когда был неверующий, ну, там, какие-то миры и так далее, какие-то космические корабли, там, или же произведения, замечательные произведения. Ну, это все человеческое. А вот здесь реальность. Реальность с Господом. И мы поем Ему. «Ибо все боги народов – это идолы, а Господь Яхве небеса сотворил». Мы с вами знаем, это такая радость. Слава и величие перед лицом Его. Мы произносим. Мы приблизились. Мы вообще обучаемся все время. Не выходите с престольного зала милости и благодати. Сила и великолепие в Освятилище Его. Я так подумал. Ну, вот мы с вами 72-й псалом прошли, наверное, почти месяц назад. Вот. И там было. Я был как скот. Ничего не понимал, что происходит. Почему вот эти неверующие, они так живут, а я каждый день молюсь и так далее. Так я думал, пока не вошел в святилище. И сразу же думаешь. Ну, хорошо. Святилище. Может быть, это Скиния была. Может, это был храм, который построил Соломон. Ну, давайте мы посмотрим. А вот когда нету вот этих построек, что? Что тогда? Исайя, 66-я глава, запишите это. И наслаждайтесь. Первый, второй стихи. Вы хотите мне построить дом где-то на земле? Да слушайте, земля – это подножье для ног моих. Табуреточка. Ну, вот с кем я живу, говорит Господь. С человеком, у которого, вот оно где святилище Его, у которого сердце сокрушенное, дух сокрушенный. Об этом пишется в Евангелии от Матфея, 5-я глава, 3-й стих. Блажен человек, у которого сокрушенное сердце и нищий дух. Потому что, а куда ему идти? Как Петр сказал Иисусу. Иисус, ты говоришь нам, а вы не хотите? А куда нам идти, когда у тебя все глаголы, действия, сама жизнь? Без тебя мы не можем. Куда? Это Евангелие от Иоанна, 6-я глава. А вот первое послание Иоанна, 5-я глава. Давайте посмотрим. Хорошие такие выражения. Мы знаем. Поздравляю. Мы знаем от Сого Господа, что всякий, рожденный от Бога, рожденный свыше от Бога. Иисус сказал, не от хотения плоти и так далее, а от Духа рожденное. Рожденный от Бога хранит себя. Он хранит себя в слове. Это не просто, это замечательно молиться и говорить, разговаривать с Богом. Но так здорово там читать в этом престольном зале Библию, восхищаться словом, петь ему песни. И тут написано, хранит себя и лукавый сатана. Это клеветник, обманщик. Он является отцом всякой лжи. Лукавый не прикасается к нему. Когда мы в престольном зале, то лукавый к нам не прикасается. Татьяна. Как здорово, правда? Мы в престольном зале и разговариваем с Иисусом Христом. И в этом зале происходят чудеса. Он откликается на молитвы. Он уберегает своих. Он идет с ними на прогулку. Он дарует им могущество. Смотрите, второй раз мы знаем. Это 19 стих. Мы знаем, что мы от Бога. И что весь мир лежит возле. Когда-то, по-моему, первый приезд у нас был в Бишкек. Мы целой командой приехали. И у нас было выступление в университете. Вот, пели песни, проповедь была. И там где-то около 200 человек спаслось. И вот, когда я садился в автобус, чтобы отправиться туда. Автобус битком набитый. Передо мной сел мужчина, который явно был какой-то расстроенный. Какой-то молол чепуху. Потом стал кричать на весь автобус. И у меня внутри такое ощущение. Я вижу перед собой беснующегося человека. И я знаю по Библии, что мне дана власть такая, изгонять бесов. Вы знаете, борьба была внутри. А потом я повернулся и сказал этому человеку, духу, который был нечистым, который был в этом человеке. Я сказал, выйди из него. Оставь его. А этому человеку сказал, да благословит вас Господь. Вы знаете, произошло такое интересное. Как будто он только что вошел. Совершенно новый. Успокоившийся. Ни одного слова брани. Так разговаривает с людьми, поворачивается. Как будто бы у него что-то пропало. Это просто невероятно было. Я был настолько удивлен. Я видел, как происходили такие события. В Баку у нас тяжелый случай был. Привела одна мама свою дочь. И та прервала нашу проповедь. Стала говорить всякое. И тогда мы распустили людей, чтобы не было отвлечения при изгнании. И пастор Шайлер внимательно разговаривал с ней. И она успокоилась. И вот этот вот случай был. Лукавый к нам не прикасается, но весь мир лежит во зле. А это зло, оно может быть иногда, когда проникает. И идут не только манипуляции, но и одержимость. С человеком верующим в Иисуса Христа такого не происходит. Манипуляции могут быть, но одержимости нет. И кроме того, как только мы чувствуем какое-то, знаете, духовное переживание, сразу же нужно быть в молитве, в радости, наслаждаться тем, что мы спасены. И вы перечисляете себе, кто вы есть. И не допускаете никакой лжи и проекции со стороны врага. Третье знаем, двадцатый стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум понимания. Да познаем мы при помощи этого разума Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, это есть истинный Бог и жизнь вечна. Иногда говорят, а где в Библии написано, что Иисус Бог? Читай. Первая Иоанна, пятая глава, двадцатый стих. Читай, римлянам, девятая глава, пятый стих. Сей есть истина, Бог. Итак, Велик Господь в Освятилище – это когда исполняется та молитва, мы исполнители той молитвы, которой Иисус молился, как первосвященник Евангелия от Иоанна, семнадцатая глава, с двадцать первого по двадцать пятый стихи. И чтобы мы были там, где Он. А где Он? В святилище. Он и Отец. И, кроме того, Он и Агнец. Всё Господь, всё Отец, всё Божество предусмотрело. А мы кто? Книга Откровения, двадцать первая глава. Храма там я не увидел. Но вот мы, верующие в Иисуса Христа, мы – храм Его. Какая красота! Святилище. Об этом говорится в первом послании Петра, вторая глава, четвёртый стих. Созидайте себя из драгоценных камней, и мы устраиваем все вместе храм Бога. Ибо велик Господь Яхве, достоин поклонения, и Он больше, чем какой-либо другой Бог. А ибо все боги народов – идолы, а Господь небо, а Господь небеса сотворил славы и величия перед лицом Его. Сила и великолепие. И идём в престольный зал милости и благодати, в освятилище Его. И там мы прощаем, там мы любим. Никакого укора, никакого смущения, никакого осуждения. Потому что осуждение есть, вы знаете, не только когда вас осуждают, а когда вас не осуждают, но вы как будто бы слышите это. Особенно когда пастор проповедует, то иногда, когда говоришь о грехе, а перед тобою о много людей, некоторые начинают переживать. И эти переживания такого плана. «А почему Он говорит мне о грехе?» «Что Он имеет в виду?» «Надо обязательно подойти». «Зачем Он меня так обижает?» «Были такие». У нас встреча, одна дама принесла целую большую пачку фотографий. Говорит, а вы... Давайте мы вместе посмотрим на нашу семью. И вот она открывает фотографии. Такая замечательная семья. Я радуюсь. А потом вдруг она рубанула. «Так почему же вы говорите мне вот такие вещи?» Я говорю, а вы посмотрите вокруг. Вы не одна. Кроме того, нападки на нас колоссальные. Для того, чтобы остановить веру, обидеться и так далее. Итак, третий параграф. Это «Воздайте Господу славу и честь». Седьмой по девятой стихи. «Воздайте Господу племена народов». Вот смотрите, как проевангелизировали и научили. «Воздайте Господу племена народов. Воздайте Господу славу и честь. Несите дары и идите во дворы его». Слушайте, я помню, как в Ашхабаде меня пригласил один человек к себе в гости. Ну, или я плохо понял, какой его адрес. Ну, это была полусельская местность. И трудно найти дом. Спрашиваем, никто не знает. А у меня был приготовлен для него подарок. Это инжин на туркменском языке. Я понял, что я его не найду. И вот возвращаюсь и думаю, кому подарить этот подарок? Открытые ворота в одном доме. И там свадебный пир. Я думаю, сейчас я им подарю. И вот захожу туда, там встречают. Конечно, будут встречать. Я говорю, у меня есть для вас благословение, жениху и невесте. Они говорят, правда, говорите. Я подарю им книгу и говорю напутствие в Иисусе Христе. Все ахнули. Откуда этот человек? Здесь свадьба. Как это он пришел? Откуда он знал это? Кто ему сообщил? Господь сообщил. Воздайте Господу племена народа. Воздайте славу и честь. Воздайте Господу славу имени его. А Филиппинца вторая глава так и есть. Перед именем его преклонится всякое колено. Всякое. И на небесах, и на земле, и в преисподних местах. Несите дары, идите во дворы его. Поклонитесь Господу во благолепие святыни. Будьте святы, как я свят, сказал Дух Святой апостолу Петру. И тот написал. Будьте святы, как я свят. Первая глава. Первое послание. А как это? Да в святилище иди. И тогда тебе захочется познавать Господа неимоверно, бесконечно. Поклонитесь Господу во благолепие святыни. Трепещи перед лицом его вся земля. Четвертый пункт. Параграф. Скажите народам. Господь царствует. Да разве я мог такое сказать? Его не было для меня. Это было поколение потерянное, воспитанное на идеологии коммунизма, социализма, бедствующего, хотя, может быть, и празднующего. А здесь Господь царствует. Вот поэтому тверда вселенная наша. Ну, там имеется в виду населенная часть земли. А мы можем с вами сказать дальше, потому что это Он сотворил. Помните, написано, Он и небеса сотворил, и землю. И все эти звезды. Причем эти звезды такие. Представляете, если бы мы с вами были бы на земле, небо, которое без звезд, и мы привыкли бы, что произошло бы? Все были бы по своим местам. Через море не пойдешь. Нету ориентиров. Только 4 километра. И все. И линия горизонта. Это как, знаете, на большой воде вынырнуть, и смотришь вокруг, и не знаешь, где берег. Самолеты бы не летали. Нету ориентиров. Ну, правда, сейчас имеется. Там всякие жироскопы и так далее. И также на кораблях имеется компас. А если бы не было магнитного полюса? Или, как сейчас ученые утверждают, что идет изменение магнитного полюса, он перемещение магнитного полюса туда, в Сибирь. Смотрите. Господь царствует. Потому тверда Вселенная. Не поколеблется. Кроме того, когда мы с вами в Освятилище, и мы можем сказать, Господи, я так благодарен Тебе. Не поколеблюсь. И говорите это. И вот я сейчас сказал эти слова, и вдруг где-то тихо-тихо сказал, а если поколеблешься? Да не поколеблюсь. Даже не хочу думать об этом. Веселись, земля, торжествуй. С одиннадцатого по тринадцатой стихи. Да веселятся небеса, первое. И да торжествует земля, второе. Да шумит море, третье. И что наполняет его? Да радуется поле. Там море, и вот суша. Поле – это суша. И все, что на нем. И далекуют все деревья Дубравны. Я посмотрел. Что это за деревья? И там такая интересная вещь. Когда это слово произносится, то в некоторых случаях оно делает такую проекцию на плотника. А я и знаю, плотника. Это сын Иосифа, который перенял у отца Иосифа. То есть, это был приемный его отец. А небесный отец – это Дух Святой. И он был плотником. Так вот, тут интересная вещь. В двух местах в Библии, запомните эти места, говорится о тех людях, которые живут в Слове, в Духе Святом, в этих удивительных откровениях по Новому Завету Иисуса Христа. В Псалме первом блажен человек, который день и ночь пребывает в Слове Божьем. И далее говорит, смотрите, как. Третий стих. Он будет, как дерево, посаженное при нежных водах, которые не потоком подмывали бы древесные корни. И потом я видел, как горные реки смывают деревья. А там такие потоки – это Дух Святой. И вот мы с вами, духовное дерево, возрастаем. А потом еще одно место – это книга Иеремии, 17 глава, 5 и 7 стихи, где говорится Иеремия о 7 и 8 стихе. Там говорится Блажен человек, который не на плоть свою надеется, а на Господа, и он будет, как дерево, посаженное при водах. Совершательно. А вот третье я раскопал и третье упоминание. Мне до того нравится. Это и из Икиля, 47 глава, когда говорится о том, что вот Иезекииль со своим путеводителем некоторый человек, который проводил его от храма вдоль реки Благодатья. И вот он по щиколотку зашел, по колено, по пояс, и вот его уже, эта река Благодатья, и он все время там тысячу метров, наверное, ну, в общем, мер измерительных, отмеряет этот проводник его, и он заходит в эту реку Благодатья. И сначала по щиколотку, по колено, потом по пояс. И вот он уже там внесется в этой реке Благодатья, потому что невозможно было нащупать дно. И затем этот проводник его выводит. Иезекииль, 47 глава, 5 и 7 стихи. А вот когда он вышел, то он оглянулся и посмотрел во всех тех местах, где он в миссию заходил в эту реку Благодати, а потом выходил, то там были эти деревья. Здорово! Знающий Слово Божье, он как дерево жизни. И он передает эти мысли. И одни из последних откровений, открытий, вернее, которые сделала светская нейробиология, изучая мозг, было сказано. Вот всё, о чём вы думаете, это фиксируется. О плохом фиксируется плохое. Если вы продолжаете думать о плохом, а укрепляется, потом это превращается в некоторое нейронно-аксонное дерево. И от него избавиться, казалось бы, нельзя. Но если вы начинаете думать о добром, слушайте, что может быть добрее, чем разговоры и размышления об Иисусе Христе? Пускай дерево жизни в нашем мозге укрепляется. И тогда то, что в светском учении говорится, и тогда исчезает то дерево, а это расцветает. Да. Ну, конечно. Пётр правильно сказал. Иисус, вот все твои слова, это я применяю, это такое действие, это жизнь. Жизнь. Итак, ещё раз прочту 11 по 13 стихи. «До веселятся небеса и да торжествует земля, да шумит море и что наполняет его, да радуется суша и всё, что на ней, и ликуют все деревья. Поздравляю вас, братья и сёстры!» Это мы насаждение Господа. Это мы насаждение Господа. Деревья, чищоба, дубравные здесь написано. И это всё перед лицом Господа сущного, перед Иисусом Христом. «Ибо идёт, и будет, ибо идёт, ибо идёт судить землю». Девятнадцатая глава книги «Откровения». С одиннадцатого по четырнадцатый плюс шестнадцатый стихи. Только мы знаем его тайное слово, слово жизни. Только мы поём «Царь царей, Господь господствующий». И он приходит для того, что наступило время провести свой суд. Вы знаете, наверное, неправильно я закончил в таком ключе минорном. На самом деле, всё, кто он есть, во всём, он великолепен. И когда он будет это делать, судить, то у людей будет ещё возможность принять его. но другие так не сделают. Потому что в определённый момент жизни у нас как колокольчик приходит вдруг, как молния, только у молнии раскаты грома, там, ну, не смогу воспроизвести, там всё трещит. А там всё говорит. Бог даже в последний миг человека благословляет, приводит на память. Знаете, да, это… Вот я был в такой ситуации и думал, что всё, и целая жизнь пронеслась на один миг передо мною. Я так однажды видел. И очень интересно, я отметил для себя, как всё замедляется и начинает фиксировать мозг, где что упало. Что когда обрету снова способность двигаться, я бы знал, где ключи упали, где очки упали, где там пакет упал. И потом я думал, а почему так замедлилось время? И подумал о тех людях, которые в последний момент, как одна женщина… Да, слушайте, там вообще все почти так. Когда горел поезд метро в Баку, и очень много погибло. И вот были те, кто выжил. И мы ходили в палаты после реанимации и разговаривали с ними. И вот одна женщина сказала, «Когда я увидела, что горит, и я вспомнил о своём сыне, как он говорил мне, о чём-то говорил, и я никак не могу вспомнить, о чём он говорил. Я хочу помолиться и не знаю, как молиться». И потом вдруг, вероятно, произошло вот этот всполох в голове. «Царство Божье!» И она заорала. «Царство хочу!» «Царство хочу!» Здесь что говорится? Смотрите. «Господь царствует!» Скажем, это четвёртый параграф. «Скажите народам, Господь царствует!» Удивительно! Аминь! «Господи, слава Тебе!» Благодарим Тебя за эту возможность, Господь, так предметно и связно проводить параллели, Господь утверждаться, наслаждаться Твоим словом. Может быть, среди тех, кто слушает это слово, есть человек, который не знает Иисуса Христа, как своего спасителя. Примите его сейчас и скажите простые слова. «Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи. Подари мне вечную жизнь. Спаси меня. Приведи в живую церковь. Люби, прощай, давай благодать, восстанавливай, если упаду. Во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь! Аминь! Давайте споем!